всем привет добро пожаловать в новый влог мы сегодня с юкасей на хозяйстве решила устроить себе домашний день когда наведу какие-то порядки и наконец-то сниму влог потому что до влогов у меня последние недели три вообще не доходили руки я сейчас одна с детьми так сложились обстоятельства и реально каждое мое утро это трэш потому что нужно проснуться привести себя более менее в порядок потом быстро первый раз вывести собаку потому что после ночи нужно дальше разбудить детей приготовить завтрак накормить отвезти в школу еще и как назло перекрыли дорогу приходится ездить вот так по кругу буквально я аж полчаса времени теряю на то чтобы туда-сюда съездить обычно дорога занимала 5 минут может 6 и потом прогулка с собакой уборка после завтрака ну и как бы после школы тоже забрать детей отвезти потом на дополнительные занятия они ходят еще помимо того что у них есть футбол в школе и всякие там кружки но они хотят заниматься больше поэтому после школы я еще их отвожу несколько раз в неделю на футбол короче беготня да и только плюс я заметила что мальчики гораздо больше едят они растут и тут уж не отделаешься двумя котлетами на ужин так что гораздо больше готовлю гораздо больше продуктов покупаю и у меня такие практически полностью мамские будни каждый день и сейчас девочки я подумала что мы вместе с вами распакуем мой заказ из H&M который давным-давно уже пришел я уже не говорю о том когда я это все заказывала когда снимала предыдущий влог о бассейном декоре я говорила что жду посылки и здесь в основном посуда давайте сейчас принесу те тарелки которые у нас были и скажу почему заказываю заказала новые надеюсь что они мне подойдут и будут классными потому что коробки очень тяжелые мне не хотелось бы тянуть это все обратно в магазин 4 года тому назад мы покупали целый комплект вот такой в икеи вы часто спрашиваете об этих тарелках к сожалению они уже не продаются и за 4 года у нас многое разбилось где-то они треснули и в принципе эти тарелки неплохие единственное что когда ставишь что-то разогревать в духовку то нагревается больше тарелка чем сама еда я не знаю как такое может быть но короче нам не хватало тарелок и на прошлые праздники я покупала такой набор в лидле от польского производителя и все хорошо но опять же нет возможности докупить тарелки если они вдруг разобьются и поэтому я решила тот набор оставить чисто на праздники и там кстати тарелки поменьше когда ты полностью накрываешь стол то это плюс потому что вот такие тарелки занимают очень много места а на каждый день мне хотелось бы ну плюс-минус такой размер так что эти я не смогу докупить а часть тарелок которые все-таки так относительно уцелели они ответить чуть покоцались это не столь важно но просто я увидела в h&m и красивые тарелки и решила купить давайте глянем так вот я теперь не помню это те которые меньше или которые больше сейчас разберемся вместе с вами в общем в h&m есть и тарелки и также красивые такие чашки с блюдечком с надписью капучино на их очень быстро разобрали и я не успела заказайте себе и там есть такие же тарелки с коричневой окантовкой с небольшим на с небольшой надписью напис по-польски поэтому я говорю что он с написом вот и также такие же тарелки есть с черной окантовкой но мне показалось что коричневая лучше будет смотреться на нашем столе вот эти очень симпатичные скромные и мне не нравится когда что-то вот именно посерединке написано или нарисовано вообще мне нравится белая посуда но вот эти необычные я подумала что они идеально подойдут на каждый день насколько идеально сейчас я скажу потому что по размеру все-таки мне кажется что это тарелка поменьше по всей видимости я права эти тарелки были в двух размерах это точно не ну они конечно классная супер ну чуть наверное меньше чем икеа буквально немножко да мне очень нравится если сравнить маленькую большую видите вот такие они не чисто белые а приблизительно такие как у нас вот были из икеи то есть как молочный цвет да потому что белая как унитаз посуда мне тоже не очень нравится это короче с прибабахом явно но тарелочки супер я заказала по 10 штук маленьких и больших вот они лежат запакованы я уже за кадром распакую загружу в посудомойку чтобы их сполоснуть если вы искали такие вам не всегда нравились то я оставлю вам ссылку в описании и девочки я за 8 лет на ютюбе настолько устала это повторять но мне кажется что хоть ты на лбу себе напиши все равно тебя постоянно будут обвинять вот бартер вот реклама если я говорю что я купила то это так и я бы конечно с удовольствием принимала пиар рассылки от h&m если что передайте им что я только за но к сожалению это не так то что я точно буду возвращать вообще другого цвета эти наволочки чем я себе представляла они сольются с нашим диваном короче взяла вот такую одну наволочку даже две наверное как из мешковины серого цвета большой размер наверное это 50 на 50 но нет серая на серым как-то вообще серым погоняет это не то что я планировала еще взяла дорожку потому что очень многие дорожки настольные у меня попортились потому что когда у тебя дети когда ты много ешь дома то хочешь не хочешь но обязательно кто-то ляпнет это тоже могу быть я и со временем это все не отстирывается и розовая дорожка которая недавно постелила реально она уже раз пять была постирана и опять у нас на столе ничего нет так что я решила взять дорожку из льна вот такого натурального просто цвета мне кажется это вообще не обесцвеченный не окрашенный лен я могу ошибаться но все равно самое обычное и на каждый день отлично точно точно не пропадет и на распродаже еще взяла одну наволочку надо распушить эти кисточки которая как раз отлично подойдет к тому что у меня есть и дополнит мой комплект она с кисточками тоже типа под натуральную еще я думаю что потом я вот таким наволочкам добавлю что-то кремово-черное и тоже будет смотреться интересно и стильно я хочу сюда светлый ковер потому что тот который был том их забрал в офис и хочется какой-то тоненький чтобы в случае чего не возить его в химчистку а чтобы я могла как вот эти просто закинуть в стиралку и простирнуть если вы знаете где можно найти помимо икеи потому что там ничего подходящего не было то пожалуйста поделитесь а может в икее что-то интересное появилось хочется чтобы все было такое какое-то светлое и однотонное но максимум там несколько природных оттенков хочется уюта какой-то чистоты вокруг себя я работаю в этом направлении вот такая и это из H&M все знаете что в прошлый раз господи теперь будет тут витать в воздухе все из этой наволочки в прошлом видео об алиэкспресс я не показала вам несколько штучек наверное одежда будет чуть позже в этом влоге а вот что касается дома я несколько раз оставляла ссылки на этот набор и на похожие и пришло время также обновить лопаточки у меня были светлые и со временем они окрашиваются но спустя там не знаю года два то и три самые часто используемые окрашиваются например томатным соусом чем-то таким куркумой ядреным вот если сначала это все хорошо отмывается то потом уже ну приобретает такой себе вид и я решила взять себе целый набор потому что очень часто одна из моих лопаток в посудомойке и мне не хватает и я взяла довольно большой набор выглядит он вот так есть несколько цветов если вас смущает белый то можете взять какой-то более практичный есть и серый я сначала думала взять тот а потом думаю ладно ты так красиво порадую себя кстати знаете что когда они ко мне приехали был запах клей я так понимаю что клей был использован для того чтобы соединить силиконовую часть с деревянной это натуральное дерево но они выветрились за пару дней и все нормально что входит в набор две вот такие лопаточки такими я пользуюсь чаще всего дальше две типа как нет даже три типа как ложки вот одна с дырочками вторая даже более глубокая третья мелковатая она даже может хорошо послужили для перемешивания чего-то в принципе как лопатка тоже может работать мини черпачок боже это так мило вот такая лопатка для вылавливания там яиц каких-то овощей я ее использую для вареников часто очень удобно и она небольшая макароны перемешиваю вытягиваю класс также есть кисточка вот такая я ее использую не только для того чтобы смазывать выпечку там желтком да а например когда жарю бельгийские вафли то набираю немного кокосового масла и прохожусь по вот этим насадкам тогда все не прилипает или когда например там жарю какие-то блинчики еще что то тоже очень удобно потому что удобно распределить во первых во вторых ты немного масла используешь еще здесь венчик беленький и мне наверное буду пользоваться меньше всего реже всего еще вот такие щипцы тоже когда что-то запекаешь там перевернуть и так далее ну или для гриля хотя для гриля у нас есть побольше еще девочки вы сейчас будете смеяться это называется алик меня развел мы обязательно с вами это протестируем это такой мешочек для быстрого приготовления картофеля в микроволновке я читала отзывы вроде как это работает и я даже не просто для картофеля брала хотя картофель с чесночным соусом это пальчики оближешь но мне нравится также батат с тем же чесночным соусом греческий йогурт берете смешиваете с какой-то зеленью немножко чесночка с соли и перца и я вообще могу просто так пообедать таким бататом и не заморачиваюсь давно не ела нужно обновить и попробуем с вами насколько это вообще имело смысл покупать нечто такое так я вчера настолько невнимательно распаковала посылку слава богу что все пересмотрела я совсем забыла о том что мне таки удалось заказать эту чашечку я очень ее хотела она с блюдцем из той же коллекцию так что у меня теперь будет моя личная чашка для утреннего и послеобеденного кофе питья я пью две чашки черного кофе в день больше себе не позволяю иначе я не уснул вечером и вообще какое-то такое тревожное состояние если я выпью несколько самого утра я уже перемыла тарелки разложила все по местам и конечно глубокие я оставила языке и потому что мы реже ими пользуемся вообще не не очень-то и удобные и блюдцы киевские остались а вот эти обновила но так как пришло время у нас реально вот таких тарелок осталось наверное штуки две теперь мы будем завтракать обедать и ужинать из красивой посуды вчера мне захотелось понаводить порядок в кухне во всяком случае начать это уже большой шаг я подоставала все вилки ложки и перемыла вот этот выдвижной ящик также разложила лопатки вот эти приборы только знаете что их слишком много и часть тех которые я не использую каждый день я отложила в сторону а вот эти теперь всегда у меня будут под рукой и не знаю как вы мне нравится когда все более-менее там в одной цветовой гамме даже как-то приятнее глазу есть слишком сильно не заморачиваюсь если что-то по цвету не подходит то и бог с ним если есть возможность то супер теперь даже будет больше в кайф готовить ой какой класс у меня получился импровизированный рецепт запеканки творожный только в этот раз она у меня будет еще и с тыквой я недавно готовила блины с тыквой у меня осталось там совсем чуть-чуть я перемолола ее в блендере а потом добавила все те же составляющие ингредиенты как я недавно вам показывала во влоге и вот такая огромная запеканка у меня получилось не могу налюбоваться и сейчас заварю себе кофе и съем даже наполник такая ароматная вышла ну что давайте посмотрим сработает это или нет я не знаю зачем но я очистила батат и поместила его сюда в этот мешочек написано что нужно отправить батат на 4 минуты микроволновку ну поехали кто-то может мне сказать какой режим выбрать наверное 900 ватт вот максимум будет окей и ставим 4 минуты и кстати там тоже на мешочке написано что в зависимости от микроволновки время может варьироваться надеюсь ничего не загорится я дала остыть этому всему чтобы не обжечь свои руки и реально батат запекся поэтому работает но наверно даже если без этого мешочка запекать то можно сделать то же самое просто дольше займет прикольно ну наконец-то и в кракове выглянуло солнце у нас реально с первого сентября ну может не с первого но самого начала сентября постоянно шли дожди и стало так холодно что мы тут все обалдели а вот последние дни солнышко даже чувствуешь себя как-то лучше но бабье лето наверное нам в этом году не особо светит мы пока что не убирали подушки и знаете в этом году мы так мало грилей делали аж обидно но ничего в следующем исправимся листья с нашего огромного дерева начинают желтеть и потихоньку падают нужно будет их пособирать на выходных наши мисканты заколосились еще в конце лета мы их так и оставим на зиму потому что они в принципе сохраняют свой внешний вид ближе к весне мы их срежем если их не обрезать на зиму оставить там на несколько лет то они потом разрастаются до каких-то глобальных размеров и тут у нас вообще не останется никакого участка вообще они вырастают где-то до двух метров и получается живая изгородь если ваш участок это позволяет то почему бы не оставить но мы делаем из года в год так же срезаем и растет все заново и друг друг друга но я не была тебя Не поверите, но в этом году, в октябре, я до сих пор не убрала летние вещи. Ну, там частично что-то сложила в органайзер, мои мысли были заняты совершенно другим. И если вы в моей команде, то давайте заниматься порядками вместе. Это очень удобно, когда ты именно сезонные вещи убираешь из своего шкафа, и тогда более просторно ты вообще больше видишь того, что у тебя там есть. А вещи — это часть моей работы. Если вдруг кто-то еще не понимает, зачем мне столько вещей. Но я хочу вам сказать, что в последнее время я очень хорошо не то чтобы расхламилась, а отдала то, что не так часто ношу девочкам из Украины. И может кому-то это непонятно, и это смущает. Но реально есть много людей, которые с удовольствием забирают бэушные вещи. Но я отдаю только те, которые в хорошем состоянии, детские в том числе. И, кстати, у наших соседей мальчик на пару лет старше нашего Захара. И несмотря на то, что есть возможность купить новые вещи, во всяком случае, сейчас, мы все равно с удовольствием забираем, например, какой-то костюм для лыж, или какие-то толстовки, то, что не особо снашивается, или куртки. И я с детскими вещами делаю то же самое. Только в этом году я в основном отдаю переселенцам из Украины, а раньше и соседке, ну, ее сыну, или же многодетной семье. Мне кажется, что это правильно, и ничего плохого, криминального я в этом не вижу. А еще, знаете что? В одном из прошлых влогов я показывала вам зимние аксессуары. И совсем забыла, из-за того, что не разобрала свой гардероб, что у меня есть две очень интересные штучки. Если встретите такое, вам это нравится, то присмотритесь, потому что они делают наряды более оригинальными. А я на днях еду в горы с друзьями. Томак возвращается, а я уезжаю. И вот тоже возьму с собой такой типа, как пончо-шарф. Я покупала его в прошлом году, он очень большой. К спортивному костюму, конечно, не айс, но я вставлю вам... Подождите, не той стороны. Но я вставлю вам картинку, как это выглядело в зимнем наряде с леггинсами и со свитером. То есть, видите, спереди вот так, с такой бахромой, и сзади длинненькая. Ну, к спортивному костюму не очень. Просто достала и такие приятные воспоминания с прошлого года. Так что буду наряжаться в горы. А, и когда я выхожу на улицу, то поверх я надеваю дутое пальто. И вот этот шарф остается под курткой. То есть, спереди я немножко завязываю. Прикольная вещь. Вот. А вторая, это случайность, я вам честно говорю, тоже из H&M. Это как, знаете, такой шарфик для младенцев, который надеваешь через голову, типа полусвитер, чисто до грудной клетки. Это и не жилетка, хотя, может и жилетка. Но, видите, здесь нет рукавов, каких-то тут выточек. Просто вот такая штука, которая соединяет спереди и сзади. Мне очень нравится цвет оранжевый. И когда я надеваю белую рубашку, черные леггинсы, тоже прикреплю фото. Смотрится интересно, необычно. И такой изюм в наряде. То есть, что-то такое, что делает его не настолько банальным. И тоже тепленько. То есть, горло закрыто. Нужно будет так нарядиться в ближайшее время. Стараюсь куда-то выходить. Прямо заставляю себя. И я рада, что моя Настя постоянно куда-то меня вытягивает. Потому что последние полгода, даже больше, я в основном сидела дома. И я сама себя перестала узнавать. Я, честно вам говорю, я очень общительная. А тут мне хотелось, знаете, превратиться в какую-то улитку. Спрятаться в свою ракушку. И вообще, чтобы меня никто не трогал. Чтобы я могла как-то хотя бы сама с собой разобраться. Потому что слишком много всего. Год суперсложный. И в личном плане тоже. Я говорила, что для меня это год потерь. И это непросто пережить. А сейчас стараюсь доставать себя из этого состояния. И я очень рада, что в моем окружении есть люди, которые мне в этом помогают. С этим мы с вами разберемся позже. Это жакет из Алика. Примерка будет папажей. Для начала нужно освободить место. Беремся за работу, девочки. Не сидите перед экранами. Убираемся вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, сегодня будет такой простой, возможно не самый динамичный, интересный, увлекательный влог. Но такие периоды в жизни тоже бывают. И я пытаюсь сохранить свое психологическое состояние. Потому что мне никто не вернет мои нервы, мое здоровье. Несмотря на все происходящее, ты все-таки вынужден становиться таким немножко эгоистом. В хорошем плане этого слова. Это как, знаете, режим самосохранения. Потому что психосоматика это очень сильная штука. И я вижу, что мой организм реагирует на мои переживания. И я дала себе немножко отдохнуть, восстановиться. И уже на следующей неделе я собираюсь снимать видео об уходе. О зимнем. Зато у меня было время все хорошо протестировать. Подробно вам рассказать. Со всеми схемами. Все, как вы любите. Также поедем на шоппинг-влог. Я давно не была в торговом центре. Даже не видела, что там в осенней коллекции. В разных магазинах. И без понятия, что сейчас в тренде. Ну, где-то там что-то проскальзывало. Но прям сильно я не интересовалась. И я сейчас как раз жду, когда у меня заживет несколько мест на лице. Возможно, вы заметили, что текстура неоднородная. Дело в том, что я удаляла в нескольких местах сосудистую сеточку на лице на прошлой неделе. И сейчас жду, когда все восстановится. Спокойно себе заживет. Так что занимаюсь собой и внутренне, и внешне. Я рассказывала вам в инстаграме в двух словах, что произошло. И сейчас мне тоже не хочется расстраиваться. Я потеряла свою последнюю бабушку, мою любимую бабушку, которую вы видели в моих влогах. Честно говоря, мне совсем не верится. И я бы даже не успела доехать на похорон. Конечно, абсолютно ужасно. И больно, очень больно. Я благодарна вам за поддержку в инстаграме. И я стараюсь быть сильной. И я нужна не только себе, но и своим детям, своей семье. И, наверное, это то, что тоже заставляет меня как-то держаться на плаву, а не впадать в бездонную яму депрессии. На этом я буду заканчивать свой влог. Я сейчас иду собирать вещи в поездку в горы с друзьями. Я в предвкушении. Сейчас как раз такая классная погода. Выглянуло солнышко. У нас так долго шли дожди. Я говорила это в этом влоге или нет? Простите, если я повторяюсь. Я просто снимаю разные дни. И сейчас будет такая красивая золотая осень. Плюс, наверное, последние выходные, когда будет так тепло. Проведу время в чудесной компании. Подышу свежим воздухом. Немножко развеюсь, отвлекусь. И тоже, не стану скрывать, отдохну от быта. Я чуть-чуть тоже подустала. Не только психологически, а физически. Потому что бегать не с детьми. Тут, конечно, ого-го. И у Касси занимает очень много времени. Она активная девочка. И мы, короче, занимаемся, чтобы ей не скучно было с нами. Да. На этом мы с вами прощаемся. Никогда не падайте духом. Видите, что я не падаю. Я держусь. И все обязательно будет хорошо. Даже самые страшные, самые черные периоды в жизни, в таком личном формате и мировом, никогда не длятся вечно. И все обязательно наладится. И видите, что у нас наслаивается еще всякое разное тут именно в узком кругу семьи. И собака, и бабушка. Ужасно, ужасно это все. И иногда, знаете, как карточный домик. Ты вытягиваешь одну карту, и все начинает валиться. Иногда так бывает, что беда не приходит одна. И это то, что приходится переживать. Поэтому у меня даже немножко, так знаете, не было какой-то мотивации, что ли, снимать что-то и развлекать и себя, и вас. Но я старалась. Хотя, наверное, некоторые замечали, что где-то грустно, где-то пропадало в инстаграме. Знаете, что всегда есть какая-то причина. И я хочу оставаться с вами на связи. Я благодарна вам за то, что вы со мной. Ну а на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.